Добрый день, дорогие участники соревнований, судьи и гости. Мы приветствуем вас на открытии новой спартакиады трудящихся городских и сельских поселений Ленинского муниципального района. В этом году спартакиада трудящихся проводится в 13-й раз. Возможно, несчастливое число сыграло свою роль. Из-за дождя некоторые уличные виды состязаний пришлось проводить в помещении, а дату проведения одного из них перенести. В экстренном порядке нам пришлось разместить в двух залах школы. Четыре вида спорта. В настоящее время мы сейчас отыгрываем настольный теннис в одном зале, бадминтон в другом зале. И, соответственно, после этих видов спорта у нас здесь будут размещаться волейбол и стритбол. После торжественного построения часть спортсменов в ожидании своей очереди превращается в болельщиков. Остальные знакомятся с инструкциями и регламентом соревнований. Играем в одну партию до 21. Переход при 11 очков набрал, смена сторон. Ограничений по уровню подготовки нет. В соревнованиях могут принимать участие как профессиональные спортсмены, так и любители. А, например, Александр Лисовой, тренер по большому теннису, умудряется эти две ипостаси совмещать. Я принимаю участие в большом теннисе. Этот вид спорта у меня вторичен. В соседнем зале проходит соревнование по настольному теннису. Участники отмечают, что атмосфера на спартакиаде дружеская. Судейский контроль минимален. Сами следят, сами подходят потом, как сыграли, к судейскому столу и называют счет. От каждого поселения играют мужчина и женщина в команде. Если у них происходит равная борьба, ну, один-один, значит, играют парами потом. Несмотря на то, что большинство участников непрофессиональные спортсмены, многие из них имеют специальную подготовку и были отобраны для участия в спартакиаде трудящихся местными спортивными организациями. Настольным теннисом я занимаюсь 7 лет, сейчас 23. Собственно говоря, стараюсь профессионально заниматься, каждый день посещаю тренировки. Дождь не помеха только футболистам. Правда, зрителей здесь тоже немного. Отличительной чертой нынешней спартакиады стало изменение регламента проведения. Прошлые годы соревнования проводились на протяжении нескольких дней. В этом году спартакиада городских и сельских поселений проводится немножко в другом формате, то есть в формате одного дня. По всем видам спорта в один день сегодня проводятся эти соревнования, и по всем видам спорта подведены итоги будут сегодня. Единственный вид спорта, который пришлось отменить из-за дождя – легкоатлетическая эстафета. Организаторы планируют провести ее 29 сентября и надеются, что погода не подведет. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.